Мобильное приложение для заработка голды. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о новом танке ИС-5. Пока что его нигде не достать, но в скором будущем, может даже в патче 0.9.8, его будут выдавать активным игрокам за хорошую игру на глобальной карте. Наверняка вы слышали, как многие расхватывали этот танк. И мне стало интересно, настолько этот танк хорош, как о нём отзывается. Вначале меня насторожило отсутствие годного уровня боёв. Ведь играть на премиум танке против десяток не самое интересное занятие, честно говоря. Тащить в таком случае сложно. И только может быть CDC относительно бодро ведёт себя с десятками. Но поиграв на ИС-5, я понял, что не зря у него пониженный уровень боёв. Потому что танк действительно имбовый, по ТТХ, для прем танка. Давненько что-то не выходило от бронированных танков, которые способны вытанковывать урон, идти в первых рядах. И как раз ИС-5 из таких машин. Это отличный премиум танк, который может фармить, наносить много урона, поднимать стату и тащить бои. Но давайте по порядку. Начнём с орудия. Классическая альфа для советского танка. 390 среднего урона. Это очень даже хороший показатель. Скоростреленность составляет 4,76 выстрелов в минуту, без дополнительных плюшек. В итоге получается 1856 урона в минуту. Выше, чем у ИС-3. Вполне неплохо. Пробитие составляет 221. Приемлемый показатель. Этого часто хватает против танков 8-9 уровня. Но против бронированных целей приходится заряжать голду. К счастью, голдовый пробой хороший 270. Любая десятка пробивается. И 61 пробитие фугасным снарядом. Разброс составляет 0,46. Да, точность не очень. Что тут говорить. Время сведения 3,2. Это, конечно, немало. Но в целом пушка сводится не особо долго. Основной тип снарядов подкалиберы. Куманативы являются голдой. Всего в боекомплекте 30 снарядов. Мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил. При массе танка 50 тонн. Динамика примерно как у ИС-3. То есть хорошая. Но при этом у танка явно лучше броня. Максимальная скорость у танка 42 км в час. До максималки танк быстро разгоняется, если ехать по ровной поверхности. Напомню, у ИС-3 максималка составляет 38 км в час. Скорость поворота шасси 26. У ИС-3 чуть получше 30. Сравниваю ИС-3, потому что ИС-5 на него больше всего похож. Скорость поворота башни 24. Мне показалось, что она медленно крутится. У ИС-3 26. В целом, динамику ИС-5 можно назвать хорошей, когда тяжа. Обзор у ИС-5 составляет 360 метров. У ИС-3 чуть похуже, 350 метров. Перейдем к бронированию. Лоб корпуса 120 мм. Вполне неплохо. Не сказать, что супер броня, но не особо сильные противники туда могут не пробить. Борта 120 мм. Очень хороший показатель. Бортами можно танковать на ура. Лоб башни 201 мм. 129 мм в бортах. Имеется рациональный угол наклона брони. У ИС-3 больше брони в башне. 249. Но ИС-5 не пробивается в крышу башни. Лучки небольшие. Их сложно выцелить. В итоге башня у ИС-5 крепче, чем у ИС-3. Танки 8-9 уровня вполне могут туда не пробить. Возможно и десятки тоже не пробьют. Но тут уже рискованно. Башней можно танковать очень эффективно. В топе у меня получалось вытанковывать стабильно башней. Прочность 1550. Тоже хороший показатель. В итоге очень крепкий орешек. Естественно против десяток никуда особо не лезем. Играем осторожней. А вот в топе можно наглеть и отлично танковать. Точно я не знаю какие УВН у этого танка. Но скорее всего минус 5 или 6 градусов. Поэтому не всегда удобно стрелять. По виду кстати ИС-5 выглядит прикольно. Похож на ИС-8. По ТТХ ИС-5 во многом лучше чем ИС-3. А ИС-3 это очень даже хороший тяжелый танк. Но ИС-5 превзошел его. Это просто немыслимо. Как так? Премиум танк 8 уровня лучше чем прокачиваемый танк. По сути оно так и есть. Ну я думаю хватит на этом сухих цифр. Дальше буду просто делиться впечатлениями об этом танке. Что мне очень понравилось в ИС-5. Так это то что не нужно сидеть в кустах. Боясь каждого шороха. ИС-5 танк прорыва. По крайней мере если вы находитесь вверху списка. В таком случае можно брать на себя роль острия атаки. И разрезать оборону противника. За счет хорошей скорости. Занимать ключевые точки на карте. И начинать там вытанковывать урон своей крепкой башней. И разбирать противника. С помощью своего мощного орудия. Все бодро и весело. Внизу списка играем больше роль поддержки. Но и там мы можем вдарить как надо. Также ИС-5 хорош тем, что он относительно небольшой. И у него нету каких-то очень заметных уязвимых зон. Его легче спрятать, что попадает к десяткам крайне важно. Так как тут нас ждут суровые противники с огромным пробитием. И если вы не найдете место, где вам спрятать свой танк, то вас быстро разберут. Я имею ввиду, что ИС-5 достаточно небольшое укрытие, чтобы не подставляться особо и, например, танковать башней. Ну и к тому же ИС-5 относительно других тяжелых танков обладает лучшей маскировкой. Стоит отметить, что этот танк может прощать многие ошибки за счет крепкой брони. Даже если вам стреляют в борт, то еще не факт, что вас пробьют. Там 120 мм, фальш борта, гуслы. Башню пробить чрезвычайно сложно. ВЛД имеет бронющий чайнос под диким наклоном 120 мм. Также радует, что подкалиберные снаряды быстрее летят, чем бронебойные. То есть проще брать упреждение, стрелять по дальним целям. Правда, нормализация у них хуже, чем у бронебойных. А если нужно повышать пробитие и использовать кумлы, то, сами понимаете, они могут не пробить противника в экраны или гуслю. Казалось бы, отличный премиум танк, но чтобы его получить, нужно постараться. Насколько я сейчас знаю, его будут давать активным скилловным игрокам за постоянное участие на глобальной карте. Например, я вообще участия на ГК не принимаю, но танк я бы очень хотел бы. Но для этого придется искать клан и постоянно участвовать там в боях, что, честно говоря, мне не очень хочется. Поэтому не клановые игроки проходят мимо этого танчика. По крайней мере, по текущей инфе. Может быть, в будущем его будут давать за выполнение каких-то заданий. Но это я так просто предполагаю. Кстати, бои, которые я вам показываю, я сам сыграл. Они довольно простые, но тем не менее наглядно показывают, на что способен этот танк в топе. Тут просто ИС-5 аннигидирует всех. При скилловых руках, я думаю, можно будет очень хорошо поднимать статистику на этом танке. И к тому же получать удовольствие от игры. И неплохо фармить. Не обращайте внимания, что я тут взял много кумулятивных снарядов. Это первые бои, и мне показалось, что будет часто кидать вниз списка. И нужно взять побольше голдовых снарядов. По сути, можно было взять примерно 20 подкалиберов, 8 кумулей и 2 фугасных снаряда. В обоих боях я не сидел на одном месте и постоянно шел в атаку. Хоть и немного осторожничал, но при этом старался вытанковывать урон и постоянно стрелял по врагам. ИС-5 это премиум танк. То есть он больше фармит серебра за бой, на нем быстрее обучается экипаж. Вы можете пересадить на него без штрафа экипаж с любого другого тяжелого советского танка. Лучше ли этот танк, чем ИС-6 по ТТХ? Да, наверное, лучше. Но у ИС-6 есть льготный уровень боев. Поэтому сложно сказать, как ИС-5 себя проявит в перспективе. Сможет ли он наносить столько же урона и так часто побеждать, как это делает ИС-6. Вот это большой вопрос. Ну и как вы можете видеть, занял я тут такую хитрую позицию. У меня тут есть место, где я могу спрятать свой НЛД и танковать башни. Противники выезжают с разных сторон, стреляют по мне, но пробить меня не могут. И это, конечно, просто супер. Супер. Добираю я 34-ку, потому что она тут уже долго тусуется и очень сильно подставлялась под меня. Поэтому я ее и слил. Также в краешек тут добираю я к Пантеру. Ну да, отличная точность. Сейчас прям 0.46 разброс, тем не менее я в краешек ПТ-шки попадаю. Я в последнее время стал замечать, что я как магнит притягиваю к себе всех противников. Они прямо на меня со всех сторон едут, пытаются меня пробить и в итоге сливаются. Ну, может быть, меня забирают, но потери несут огромные. Я не знаю, зачем так нужно делать. Выезжать на один танк, там сливаться из-за него и в итоге ничего не получать. Вижу вдалеке тяжелый танк, но его уничтожает. Также засветилась ПТ-шка. Ну и вот вам точность. До конца не досвелся, тем не менее снаряд полетел туда, куда нужно. Ну да, такое не всегда бывает, тем не менее. Такой прием стоит использовать, когда вы не досвелись. Ну, уже нету шанса точно досвестись. Лучше выстрелить там на бум и очень часто так попадаешь. И это, конечно, радует. Вертуха, она советская, незаменима. И лучше нее ничего нету. Еще один противник решил утопиться. У меня таких уже несколько было в боях, но я их стараюсь уничтожать, потому что это как-то трусливо топиться. И это не по-мужски. Лучше уж умереть в бою, чем утопиться. Ну и вот я тут не стал перекручивать, чтобы вы посмотрели динамику этого танка. Ну, вполне она неплохая. И лично мне ее как дотяжа полностью достаточно для того, чтобы играть агрессивно. И я с этой динамикой вполне успеваю хорошо подамажить. И успеваю всегда в бою сделать все самое главное. Там сбить захват, вернуться там где-то за дефить или наоборот в атаку пойти. Ну и тут остался последний противник. Я его тоже догоняю. Один из первых. И наношу нерешний урон. Ну и на этом бой заканчивается. В общем-то, танк хороший. Это без преувеличения. Это не реклама никакая. Я сам на нем играю. И мне нравится. Действительно. Но, к сожалению, всем он не достанется. Ну и спасибо огромное, друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok